В эфире «Наше время» в студии Анна Нищенко. Здравствуйте. Далее о главных событиях понедельника. Новый состав Европарламента. Чем отличалось голосование? Кто победил? И как это повлияет на дальнейшие отношения с Украиной? Моя цель – продолжать путь с теми, кто выступает за Европу, за Украину, за верховенство закона. Минск присоединился к учениям российских военных по применению нестратегического ядерного оружия. Тем временем Польша создает буферную зону на границе с Белоруссией. Мост к членству Украины в НАТО. Альянс планирует представить своего спецпредставителя в Украине на июльском саммите в Вашингтоне. Мы сейчас работаем над тем, как создать миссию НАТО для Украины, а также как согласовать долгосрочные финансовые обязательства. В Днепре коммунальные службы ликвидируют последствия ракетного террора России. Как поврежденные дома выглядят спустя почти два месяца. Когда волна была, она выбила эту дверь. В общем, сразу думали, что все окна пооткрываются. Такая волна была ужасная. Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Олангрен привыла с необъявленным визитом в Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о встрече с Олангрен в Киеве и поблагодарил Нидерланды за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны. Также стороны обсудили совместное оборонное производство, обмен технологиями, глобальный саммит мира Швейцарии и евроатлантическую интеграцию Украины. Отметил инициативу Нидерландов относительно совместной с партнерами поставки Украине ЗРК «Патриот». Также ожидаем скорейшей передачи самолетов F-16, которые помогут защитить людей и инфраструктуру. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, Facebook. Возможные пути закупки оружия для военных нужд Киева и сотрудничества в сфере оборонного производства в Украине. Такие вопросы обсудил министр обороны Рустам Умеров с главой Министерства обороны Нидерландов Кайси Олленгрен. В Киеве стороны обратили внимание на инициативу F-16, сопредседателем которой являются Нидерланды. На текущую ситуацию на фронте, а также на другие военные потребности Украины, в частности, снаряды калибра 155 мм. Тем временем на фронте зафиксировано 66 боевых столкновений. Наиболее тяжелая ситуация на Покровском направлении. Ну и подробнее о ситуации на фронте смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Покровское, Купенское и Кураховское направления остаются самыми напряженными на фронте. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Силы обороны Украины сдерживают все атаки захватчиков. В частности, на Покровском направлении противник продолжает интенсивно штурмовать, пытаясь улучшить свои позиции вблизи Новоалександровки и Евгеновки. Часть атак украинские воины успешно отбили. Также на Купенском направлении российские войска продолжают задействовать авиацию. В то же время украинские пограничники нанесли удар по бронированной технике российских оккупантов в Волчанске Харьковской области и опубликовали результаты своей работы в сети. Техника противника располагалась на одной из улиц разрушенного города. Там ее заметили украинские защитники, после чего нанесли по ней удар дроном. Другую же технику солдаты РФ пытались скрыть в лесу, однако операторы беспилотника смогли уничтожить и ее. Тем временем российская армия попыталась реализовать провокацию в Сумской области. В селе Ржовка армия РФ установила свой флаг, однако он уже уничтожен, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию. Присутствия российских оккупантов там нет, но в регионе продолжается активность диверсионных групп. В то же время на границе с Украиной стоит примерно 10-12 тысяч личного состава армии РФ, однако этого недостаточно для вторжения. Не зафиксирована перед инструкция личного состава, тяжелой бронетехники, формирование, соответственно, полевых госпиталей и других признаков, которые свидетельствовали бы о именно о готовящемся вторжении на данном направлении. Но в то же время данного количества будет достаточно для создания зоны напряженности по так называемому Харьковскому сценарию. В Азовском море армия РФ прикрывается гражданскими судами. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Силы обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, россияне считают, что таким образом они более защищены от морских дронов, ведь для этого беспилотникам нужно пересечь Керченский пролив. А это, по мнению противника, невозможно. В Азовском море проблема в том, что там не так много рекомендованных путей прохода. То есть оно мелководное, соответственно, не так много мест, где, в принципе, можно ходить. И они таким образом смешиваются с гражданскими суднами. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный дивизион С-400 в районе Джанкоя и два комплекса С-300 возле Черноморского и Евпатории во временно оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По их словам, ни одна из выпущенных ракет не была перехвачена противовоздушной обороной противника. После попадания сдетонировали боекомплекты на всех трех локациях. В то же время партизаны обнаружили радиорелейную станцию российских оккупантов в Крыму, сообщили в движении АТЭШ. Р-419 расположена в Раздольнинском районе. Она предназначена в частности для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи. Этот экспонат россияне взяли на вооружение в 2018 году. В глубоком тылу российской армии тоже есть потери. Ни один, а два российских истребителя Су-57 могли быть поражены при ударе по аэродрому Ахтубинск в Астраханской области РФ 8 июня. Об этом рассказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, есть информация о погибших и раненых среди личного состава российской армии. Мы констатируем сам факт поражения. ГУР не комментирует средства поражения, как собственно и то, чья это операция. Данные уточняются, но это очень хорошие новости для Украины. По предварительной информации, пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть данные о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава российских оккупантов. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Всего за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1190 российских военных, об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общая цифра потерь армии РФ уже превысила 519 тысяч. Также украинские защитники за сутки уничтожили 10 танков, 13 бронемашин, 51 артсистему по одной системе РСЗО и ПВО. Кроме этого, Силы обороны сбили один самолет, 28 БПЛА, одну крылатую ракету и поразили 70 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн россиян. Россия активизировала вербовку в странах глобального юга, поскольку ресурс заключенных в тюрьмах уже исчерпан, а проводить мобилизацию опасно для Путина. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании. В частности, РФ вербует людей из Центрально-Африканской республики. Иностранцам обещают 2000 долларов ежемесячно и российский паспорт. По данным британской разведки, эта компания призвана компенсировать потери российской армии на поле боя. Кроме того, Кремль расширяет вербовку на глобальном юге, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой страны. Самый современный многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57 впервые за время полномасштабной войны был поражен на территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области РФ. Расположен аэродром почти в 6 километрах от линии боевого столкновения, сообщили в Главном управлении разведки Украины. Факт уничтожения Су-57 подтверждают спутниковые снимки в стоянке самолета на аэродроме противника. Как Украина поражает российскую авиацию, смотрите далее. Су-57 – самый современный истребитель России, способный наносить удары высокоточными ракетами. Его серийные поставки начались в 2022 году на вооружении Воздушно-космических сил России. Было всего 6 единиц этих боевых самолетов, сообщает украинская разведка. Один из них был поражен 8 июня 2024 года на территории военного аэродрома Ахтубинск. Это подтвердили и российские источники. В Главном управлении разведки заявили, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Первый датируется 7 июня. На нём виден целый самолёт. На втором снимке от 8 июня, по информации Главного управления разведки, возле истребителя появились воронки от взрывов и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения. Это тот самый самолёт какого-то там пятого поколения, который должен быть невидимым для систем противовоздушной обороны. Именно во время первого полёта в 2022 году наши силы ПВО его не просто заметили, но и сопровождали во время его полёта. И знаете, чем это закончилось? Су-57 просто сбежал. Понял, его видят, хотя он невидимый. Невидимым он теперь стал после действий нашей разведки. В рамках действующей госпрограммы до 2027 года Воздушно-космические силы России должны получить 76 истребителей, пишет издание «Важные истории». Как сообщали в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, стоимость Су-57 по состоянию на 2018 год была около 2 миллиардов рублей. Украинские войска и спецслужбы постоянно сбивают российские самолёты. Так, бойцы 110-й бригады ВСУ взбивают российские Су-25 практически каждую неделю. По данным на 18 мая этого года, потеря российской авиации – 326 вертолётов и более 350 самолётов. Только с начала 2024 года ВСУ уничтожили около 30 истребителей-бомбардировщиков, а также воздушный командный пункт Ил-22, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. В Армении горит всё, самолёт упал или что-то, и там ещё что-то взрывается. Уничтожены и два А-50 российские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которым силы РФ управляют атаками своей ударной авиации и обнаруживают в небе украинские самолёты. Первый А-50 россияне потеряли за 100 с лишним километров от украинской границы, второй – за 250. Если одну потерю такого суперзащищённого самолёта, прикрытого со всех сторон, да над своей территорией ещё можно списать на случайный фактор, то вторую точно такую же один в один уже точно нет. Фактор явно системный. Анатолий Несмеян, российский политолог, в Телеграм. Украина уже начинает вытеснять Россию из-за авиапространства оккупированных территорий. Разрешение Запада наносить удары предоставленным союзниками оружием по военным объектам на территории РФ может привести к тому, что противнику придётся прятать свои самолёты вглубь страны. А если Украина получит разрешение на использование ракет Атакамс, то сможет достать до всех российских аэродромов, на которых вблизи украинских границ базируется тактическая авиация России. Благодаря помощи от США этим летом ВСУ смогут вернуть себе военный импульс на поле боя и перейти в наступление. Об этом заявил сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм. По его словам, ВСУ нужно перейти в наступление. Кроме того, сенатор сказал, что активы Путина надо преследовать по всему миру. Возьмите деньги из суверенных фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится 300 миллиардов долларов из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине. Либо мы собираемся помочь Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией для поражения целей внутри России. Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс. Линдси Грэм. Сенатор США от республиканской партии. В интервью телеканалу CBS. В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе, вследствие чего погиб сотрудник. На месте происшествия работает пожарная бригада, а также приземлился вертолет воздушной службы спасения. Сообщается, что взрыв произошел в центре ракетного топлива, после чего возник пожар. Внутри центра находились три человека. Один выбрался из помещения самостоятельно. Двоим пришлось оказывать помощь. Одного из работников не удалось спасти. Руководство предприятия расследует, что стало причиной взрыва. Премьер-министр подчеркнул, что не видит иностранного следа среди причин инцидента. И польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Белоруссией, где участились нападения на пограничников. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он добавил, что правительство осознает негативные последствия создания зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям. Идея, конечно, заключается в том, чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия для службы, как для пограничной службы, так и для военных и полиции. В Министерстве обороны Белоруссии заявили, страна присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия. Вдобавок там рассказали якобы об агрессивных выпадах западных государств. Мол, поэтому военные действуют на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия. В то же время в ведомстве подчеркнули, что у Белоруссии нет цели создавать напряжение в вопросах обеспечения региональной безопасности. Финляндия заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Это стало первым подобным случаем с момента вступления страны в НАТО в прошлом году, сообщает Bloomberg. Истребитель находился в воздушном пространстве в Финляндии около двух минут, говорится в заявлении Министерства обороны государства. Инцидент произошел в восточной части Финского залива. При этом самолет углубился на 2,5-2,5 километра финскую территорию. Напомню, последний такой инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя влетели в воздушное пространство в Финляндии. Тогда страна еще не была членом НАТО. Швейцария зафиксировала увеличение количества кибератак и дезинформации накануне саммита мира, который состоится 15-16 июня. Председатель Федерального совета Швейцарии на пресс-конференции заявила, что в последние недели участились кибератаки. В то же время в российских СМИ появились нападки в отношении самой чиновницы. Страны ЕС выбрали новый состав Европарламента. Явка в большинстве государств была выше, чем в 2019 году. Накануне, в последний день волеизъявления, голосование состоялось в 21 из 27 стран Евросоюза. Остальные это сделали ранее. Кто победил и как это повлияет на дальнейшие отношения с Украиной, расскажут наши журналисты. В ЕС выбирали депутатов, которые будут определять политику Евросоюза следующие пять лет. Голосовали четыре дня, но основной день выборов проходил в воскресенье. Всего в Европарламенте 720 мест. Больше всех представителей Германии и Франции. 96 и 81 соответственно. Во Франции с большим отрывом побеждает ультраправая партия Марин Ле Пен, национальное объединение. И она значительно опережает политическую силу главы государства. В связи с этим Эммануэль Макрон объявил о досрочном распуске парламента. Новые выборы запланированы на 30 июня. Результаты выборов в ЕС – не лучший результат для партий, защищающих Европу, включая президентское большинство. Ультраправые партии, которые в последние годы выступали против столь значительного прогресса, достигнутого нашей Европой. Будь то восстановление экономики, общая защита наших границ, поддержка наших фермеров, поддержка Украины – эти партии добиваются успехов по всему континенту. В Германии три партии, которые входят в правящую коалицию, существенно отстают от оппозиционного блока ХДС-ХСС. На втором месте ультраправая альтернатива для Германии. И это несмотря на предвыборные скандалы, связанные с обвинением в возможных связях с Кремлем. Крупнейшая партия, правящая ФРГ, коалиция социал-демократическая, идет на третьем месте. В Австрии лидирует ультраправая пророссийская партия свободы. В Словакии тем временем выиграла политическая сила «Оппозиционная кфица». В Польше победа у проевропейских центристов премьера Дональда Туска. У правительства Германии нет причин быть довольными. У правительства Франции скорее есть причины для драматического огорчения. Среди больших амбициозных стран, среди лидеров Европейского Союза, Польша показала, что здесь торжествует демократия, что здесь торжествует честность. Именно здесь торжествует Европа. В Венгрии победа у правящей партии Виктора Орбана. Аналитики отмечают, что эти выборы показали, проевропейское большинство сохранилось. Однако ультраправые продвинулись вперед. Следующий шаг после подсчета всех голосов будет избрание нового главы Еврокомиссии и Еврокомиссаров. Для Украины важно, кто получит портфели. У Урсулы фон дер Ляйен есть шанс снова переизбраться на пост главы Еврокомиссии. Моя цель – продолжать путь с теми, кто выступает за Европу, за Украину, за верховенство закона. И с завтрашнего дня эта работа начинается снова. В заключение хочу сказать, конечно, эти выборы проходят не в вакууме. Мир вокруг нас в беспорядке. Силы извне и внутри пытаются дестабилизировать наше общество и ослабить Европу. Мы никогда не позволим этому случиться. Итак, тройка лидеров в Европарламенте выглядит следующим образом. Первенство сохраняет фракция Европейской народной партии. У нее 185 мест. Далее прогрессивный альянс социалистов и демократов. От них будет 137 депутатов. За ними идет обновление Европы. У них 79 мест. А на Кипре 24-летний инфлюенсер Фидиас Панайоту, который баллотировался как независимый кандидат, обеспечил себе место в Европарламенте. Одной из шести, на которой претендует островная страна. На выборах лидировали две основные партии. Правоцентрическая и Коммунистическая. Панайоту неожиданно пришел третьим после традиционных политических партий. За него проголосовал почти каждый пятый избиратель, который принял участие в голосовании. К слову, блогер подал свою кандидатуру в Европарламент в апреле. Тогда он заявил, что его цель не быть избранным, а мотивировать молодежь заниматься политикой. Кроме того, Фидиас признался, что не имеет никакого представления о политике или Европейском Союзе. Но утверждал, что готов учиться. Я никогда в жизни не голосовал. И однажды ночью я сказал себе, что если я никогда не буду голосовать и никогда не буду интересоваться, те же самые ботаники всегда будут у власти. И я сказал, хватит. Фидиас Панайоту, блогер, независимый кандидат на выборах в Европарламент от Кипра. Эммануэль Макрон распустил французский парламент. Досрочные выборы назначены на 30 июня и 7 июля. Об этом президент Франции заявил в видеообращении. Макрон принял решение распустить национальное собрание после проигрыша центрийских и либеральных партий на выборах в Европарламент. Они набрали около 15% по данным французских экзитполов. Тогда как праворадикальная партия Марин Лепе, национальное объединение получило более 30% поддержки. Это не является хорошим результатом для партий, защищающих Европу. Крайне правые партии, которые в последние годы выступали против столь значительного прогресса, достигнутого нашей Европой, будь то восстановление экономики, общая защита наших границ, поддержка наших фермеров, поддержка Украины, эти партии добиваются успехов по всему континенту. Для меня, человека, который всегда считал Европу единой, сильной, независимой и полезной для Франции, это ситуация, с которой я не могу смириться. Подъем националистов и демагогов представляет опасность для нашей нации, но также и для нашей Европы, для места Франции в Европе и в мире. НАТО планирует впервые представить своего спецпредставителя в Украине на июльском саммите в Вашингтоне. Решение было принято на фоне обсуждения вступления Украины в НАТО. Об этом пишет издание Foreign Policy, ссылаясь на западных чиновников. По словам посла США в НАТО Джулианы Смит, на саммите в Вашингтоне союзники предложат Украине пакет мер безопасности, который послужит мостом к ее членству в Альянсе. Подробнее в материале. Назначение спецпредставителя НАТО в Украине обсуждается партнерами Блока как часть широкого пакета мер поддержки Киеву. Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на западных чиновников. По их словам, он будет координировать военную помощь Украине от стран Блока. Такой шаг Североатлантического Альянса говорит о более официальной поддержке Украины, отмечают в Альянсе. Мы рассматриваем способы институциализации части двусторонней поддержки, которая поступает в Украину и передать ее в Альянс НАТО. Это повысит большую согласованность этой помощи и обеспечит адекватное распределение бремени между членами Альянса в нашей коллективной поддержке Украины. Джулиана Смит, посол США в НАТО в комментарии Defense News. Еще одной частью широкого пакета мер поддержки Украины мог бы стать Фонд помощи Украине в размере 100 миллиардов евро сроком на 5 лет. Но, как сообщило агентство Bloomberg, союзники НАТО не поддержали инициативу генерального секретаря блока Йенса Столтенберга. Согласно новому предложению Брюсселя, союзники будут обязаны тратить не менее 43 миллиардов долларов в год на помощь Украине. Половину суммы должны предоставить США. В НАТО надеются, что это сделает уровень поддержки Киева более предсказуемым. Западные страны также рассматривают возможность НАТО возглавить контактную группу по вопросам обороны Украины вместо Соединенных Штатов Америки. В ее работе участвуют более 50 стран. Мы сейчас работаем над тем, как создать миссию НАТО для Украины, а также как согласовать долгосрочные финансовые обязательства, чтобы обеспечить Украине предсказуемость и подотчетность, когда речь идет о военной поддержке со стороны союзников по НАТО. По информации издания Foreign Policy, в преддверии юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, страны Восточной Европы настаивали на том, чтобы Украина все-таки получила официальное приглашение о вступлении в блок. Однако Соединенные Штаты Америки и Германия пока блокируют такое решение. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, членство Украины в НАТО это историческая данность. Украина будет в альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического партнерства без Украины и нашей армии просто невозможно. Нравится это кому-то или не такова реальность. Сейчас мы максимально готовимся к этому историческому моменту. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в комментарии Украинформу. Как отметил представитель Словакии Томаш Воласок, выступая на парламентской ассамблее НАТО, в Вашингтоне союзники должны подтвердить поддержку Киева настолько, чтобы обеспечить победу Украины. И при этом дать понять Путину, что его надежды переждать Запад тщетны. Вашингтонский саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля. Среди прочего, лидеры странблока обсудят распределение расходов на оборону стран НАТО и усиление противовоздушной обороны. Вечером российские войска обстреляли кабами жилые районы Харькова. Повреждены частные дома и гаражный кооператив. На данный момент известно 8 пострадавших. Это 5 мужчин и 3 женщины, сообщил глава областной военной администрации Олег Сенегубов. Спасатели смогли вытащить из-под завалов 75-летнего мужчину. Его госпитализировали. Вследствие атаки повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля. Один из боеприпасов не разорвался, поэтому жителей временно отселяют из домов рядом. На месте работают все соответствующие службы. Российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону. Вследствие обстрела пострадала 102-летняя женщина, сообщили в МВД Украины. Когда патрульные отправились на помощь, армия РФ совершила повторный удар. Несмотря на это, вместе с местными жителями правоохранителям удалось транспортировать травмированную в служебный автомобиль и доставить ее в больницу. Ей оказана необходимая медицинская помощь. В Днепре коммунальные службы ликвидируют последствия ракетного террора России. В поврежденных домах, пострадавших вследствие удара 19 апреля 2024 года, уже заменили более полутысячи окон. Тогда вследствие ракетной атаки частично был разрушен пятиэтажный дом в центральной части города. Погибли два человека. Спасателям понадобилось больше шести часов, чтобы ликвидировать пожар. Как поврежденные дома выглядят спустя почти два месяца, смотрите материали. Валентина Барановская живет в одном из домов, который был поврежден вследствие ракетного удара в ночь с 19 на 20 апреля. Говорит, когда в городе включается сирена, всегда выходит в коридор. Так сделала и в тот раз. Услышала два взрыва вдалеке и еще один прямо над домом. Я сама была в квартире, я села туда. Та сторона, которая на площадь выходит, была на вертикали. Когда волна была, она выбила эту дверь. В общем, сразу думали, что все окна пооткрывались. Такая волна была ужасная. Вследствие ракетной атаки в Днепре погибли два человека. Россияне ударили по городу ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосцев, сообщили в городской администрации. Тогда в этом районе были повреждены 25 многоэтажных домов. В них было выбито почти 700 окон. Их постепенно устанавливают, чтобы людям было комфортнее находиться дома. Работу завершили на 70%, говорят в городском департаменте жилищного хозяйства. В некоторых домах окна уже установлены и сейчас заканчивают делать откосы и отливы на этих окнах. В некоторых домах ещё продолжается монтаж, потому что некоторых жильцов не было дома, не было возможности попасть в эти квартиры, поэтому это заняло какое-то время. Работы могут затянуться из-за плановых отключений света, говорят мастера. Поэтому торопятся завершить их, пока отключений стало меньше. Параллельно специалисты готовят документы на восстановление наиболее повреждённых подъездов. В них полностью разрушены 10 квартир. Актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале Freedom. Если вы ещё не подписаны на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке, чтобы оставаться в курсе самого важного. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Эфир Freedom продолжат Анна Каменева и Дмитрий Чистяков. Я с вами прощаюсь. До завтра.